Они герои, вот они. А теперь задайте вопрос, когда кончится война? Когда у дедушки кончится гипертонический кризис. Вот у дедушки кончится гипертонический кризис, и тогда закончится война. У нас у всех матеря, у нас у всех семьи. Ну мы же мужчины, или кто мы? Мы должны защищать эти семьи? Или кто? Да нет, едьте, я буду защищать. Вы, самое главное, там делайте все нормально. А что делать-то будет? А? Ты, у меня нормально с деньгами, у меня нормально с работой. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. У меня мать принесла инсульт, я еще ее не видел. Что я делаю? Вы хотите сказать, я не люблю своих родителей? Вы хотите сказать, я не люблю свою семью? Потому что у моей матери инсульта я здесь? Как вы меня назовете? Дайте мне определение, кто я? Кто я тогда, если у моей матери инсульта я здесь, на войне? Кто я? Негодяй? Не любящий свою мать? Или патриот? Кто я? Вот скажите, кто я тогда? Она плачет по телефону, она просит, чтобы я приехал, потому что она боится, что она умрет и не увидит меня. А я не могу ехать, я не могу бросить патриот. Я здесь для того, чтобы вы не нуждались девчон. Кто я? Гандон? Не любящий свою мать? Кто? Ну скажите. Он, не видящий своего ребенка, который родился. Кто он? Предатель семьи? Жена плачет, просит приедь. Вот он у меня на руках. Подержи его вместе со мной. Первые дни, как это важно. Все обсираются в первый раз. Как вы, взрослые, неглупые парни, можете себе позволить это? Что я тогда буду требовать с него? С него это молодые пацаны, которые вообще имеют право развернуться и уйти. Что я буду требовать с него? Вы кричите, поколение Пепси, мы тут единственные, последние из магиканов. А мне кажется, где было магикан? Из-за этого все случилось. Из-за этого враг топчет нашу землю. Из-за этого он так далеко зашел. За того, что вы все сидите у дедушек, у бабушек, у мам своих. Почему так враг далеко зашел? Где ваше сознание? Что осталось от мужчин у вас? Что? Где поступки? Где? Тут девчонки сидят. Девчонки сидят и готовы идти в бой. Вы здоровые мужики. Я хочу услышать разумный довод. Я хочу услышать разумную речь. Чтобы я хоть немножко понял, что происходит. Я больше чем уверен, что половина здесь хотят тоже домой. Хотят прижаться от дома к родителям. Спать в своей постели. Но они здесь. Я слушаю. Мы слушаем. Я не могу такие моменты пропускать только через свое сердце. Не могу и не хочу. Я хочу. Вот понимаешь? Я хочу и требую, чтобы меня уважали. Как личность. Потому что у меня есть ряд поступков и поведения, на которые другие не спасут. Чтобы стать со мной на одну ступень, надо все сделать то, что пережил я. И потом сказать, почему он личность, а я котел. Надо быть справедливым. Надо признавать то, что есть на сегодняшний день. Надо видеть результаты. По своей сущности, все мы люди на что-то способны. Кто-то что-то делает, а кто-то ничего делает. Кто-то становится смелым, а кто-то просто. И это не от того, что смелый не боится. Все мы боимся. Все мы умирали. Всем нам больно. Просто кто-то с этим борется. А кто-то сдает. Вот она вся разница. Вот я борюсь. И я здесь. Все трусы, да. А найти оправдание себе всегда можно. Всегда можно. Всегда. Вот здесь пацан ногу себе повредил. Но он в строю. Хотя бы мог уже повредить ногу. И уже там включить сирену. И уехать уже в Днепропетровск или в Харьков лечиться. Правильно? Ааа, у меня нога больная. Все, поехал. Поводов всегда достаточно. Поводов всегда достаточно. Я не пойму, зачем вы когда сюда проезжаете. Вы взрослые люди. Вы понимаете, куда едете. Зачем? Вот военное время. Я вас пустил в подразделение. Вы все посмотрели. Сколько? Сколько? Неделю. Вы все поснимали. Все. Попотографировали. Командиров. Личный состав. Офицеров. Теперь вы уезжаете. Военное время. Что я должен сделать? Я знаю. Я знаю. У меня таких. Знаешь сколько? Вот ваша помощь. Вот это, блядь. Конфетки охуеть. Я бы воевал и голодный. Что ты улыбаешься? Ну что ты улыбаешься? Ну что ты улыбаешься? Ну что ты улыбаешься? Чем ты помог? Чем? Ты помог подразделению нашему? Чем? Скажи. Чем? Чем? Ну ты улыбаешься? Ну ты улыбаешься? Скажи. Чем ты помог подразделению? Печка. Печка. Печка? Каких? Ух ты. Так мы ж благодаря. Мы ж на этих печках целовать-то будем. Да? Так мы ж, блядь, брат. Мы ж на этих печках убежали от града. Это вот эти, что льешь и она летит. Да? Турбина. Зачем ты тогда улыбаешься? Для того, чтобы поднять себе нас. Я только вчера приеду с Андреем Винтоком. 300 ими. 80. Это только вчера. Ты с Винтовкой какой-то? Хорошая какая-то? Сколько ее ценит? Ну хоть одна печка твоя сколько стоит? Так зачем я тогда здесь нахожусь, если я буду купить подразделению 4 Винтовки по 80 тысяч? Сказать, пацаны, вот вам 4 Винтовки, знаете, одна стоит 80 тысяч. Вот. Вот вам дарю. Воюйте. Я буду дома. Ну это справедливо? Это честно? Я уйду свою плату в войну. Как вы думаете? Это точно. Вот. На тебе вам. 300 тысяч. Все. Воюйте. Пацаны, защищайте меня. У меня. Я буду сидеть дома. Окей? Ну это честно? Правильно? Вот. Он сделал печку. Похлубаем. Печка. 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 Не переоценивайте себя, ребят. Вы же знаете притчи, да? Сидит в нищем. Идет миллионер, ему ему 130 тысяч. Проходит мужик, который идет, заработал 100 тысяч. И отдал всех 100 тысяч. Кто дал больше? Хм? Кто отдал больше? Кто отдал последний? Сука. Я бы им верил. У нас много волонтеров. Богатых людей. Богатых людей. Ну да. Конечно. Все это понятно. Кто-то не может вытирать себе жопу бумагу. Он приводит из беды. Он не поможет. Ну знаете, да? Что такое беды? Да. Они помогают. У меня есть неопределенные отношения. Потому что я здесь со своими пацанами. Вот здесь вот, да? Едим в этой столовой. В туалет ходим. В такой какой-нибудь. А они там сидят на своем беде. Беде. Знаешь что такое? Да. Попочку поднял. Ну или нет. Вот такая у нас ситуация. Хочу обратиться еще к таких же, блядь, к кузнечикам. Которые по жизни стрельбают. Не морочьте их голову. Потому что если вы испугались чего-то. Или не можете ходить в этот туалет. Лучше вот сюда, в этот строй. Не ходите сразу. А вы поймите. Мы теряем на вас время. Люди вас кушают. Андрей целыми днями с Олегом. Готовят на вас эти бумажки. На каждого надо по 300 бумажек. Избавьте нас от личной работы. Не морочьте нам голову. Не морочьте. Не морочьте. Если вы сюда проехали на экскурсию. Чтобы потом поговорить о том, что вы были на боевой. Что вы были в подразделении торнадо. Выходите сюда. Выходите сюда. Стой. Мне нужны те люди, которые сюда пришли защищать родину. Мне нужны те люди, которые пришли лишь потому, что это единственный путь для мужчины. В то время, в которое мы живем. Если ты мужчина, ты не сможешь сидеть на своей пизде дома. Разве не так? Если же ты не мужчина. Все. Тебе претензий нет. Тебе претензий нет. Кто сюда приехал на экскурсию. Или заработать деньги. Выйдите. Лучше бы так строго. Когда стройте его на экскурсию. Почему? Потому что в каждом отделяется очень много внимания. Цените наш труд. Цените наше время. Мы лучше это время уделим тем пацанам, которые являются бойцами настоящими. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вернуться почему? Потому что сейчас очень ситуация непонятная. Сейчас замыкают в котел Дебальцев, а потом займутся нами. И нам всем будет пизда. Кто не готов умереть, съебуйтесь лучше. Пойте, сочиняйте песни про нас. И пойте до конца своей соломенной жизни. Все для другой нахуй. Третий, четвертый, пятый, шестой нахуй. Скажи, ты, ебать, а чем я хуже нахуй не буду? Я тоже сейчас поеду, а потом приеду. И начнется, бля, какая охуня, что ты ее хуй на такую голову отменешь. Понимаешь? И так, на какой-то взгляд, на какой-то у бабушки, на какой-то у дедушки, то у меня жена, бля, беременная, мне надо ехать предложение ей сделать, на какой-то, потому что родит, бля, а ребенок не законороженный будет, и так далее. Бог вспоминает и все, что хочет. Поверь, я такого не суткоса, такого же не суткоса, что когда ко мне грымый чудо, потому что он загружен, блядь, вот так было. Начал ко мне людей отправлять, чтобы я подходил и согласовывал вопросы, что человеку надо съездить домой на пару суток, понимаешь, что делать? Меня вот так, сука, силипать начало, потому что я все вспомнил то, что я, блядь, прожил по первой компании. и баратасы. А наслушался, я вам поверю, вот так. Кстати, вам печки не надо. Ваши печки никуда не будут. Вы можете на этих печках лететь. А то там ДРГ может быть. Нет, конечно, это сарказм, я понимаю. Но вы же даже понимаете, да? Это смешно. Очень смешно. Ну что хочу сказать. Вы поблагодарите пацанов. Пожмите руки за то, что они будут охранять вас, пока вы будете печки делать. Пожалуйста, уделите пацанов себе внимание. Пожмите. Становите, они нам руки не пожмут сейчас. А? Они нам руки сейчас не пожмут. Да как? Ну, это их личное дело. Вы должны сделать то, что вы должны сделать. Причем. Примут ваши изменения. Вы должны извиниться. В первую очередь для того, чтобы было так, как оно должно быть. Правильно? Все. Давайте. Ребята, мы благодарны всем за то, что они помогали нам. Мы обязательно вернемся и приведем с собой оставки батальона, из которого мы пришли сюда. Так что мне все так плохо. Бойцы, тогда и я уезжаю. Не надо на них ехать. Вы молодцы. Я вернусь. Я вернусь и я привезу еще две винтовки. Куплю по 100 тысяч. Лучшие. Вы меня только вспоминайте. И когда будут спрашивать, вы скажите, что я был везде с вами. Хорошо. Ладно, пацаны? Хорошо. Вы не подведете? А вы не волна? Не волна. За пару дней. Не, ну я постараюсь побыстрее. А за две недели. А за две недели. Две недели. Подержите. В общем, пишите список. Я всем куплю, что вам надо. Только две недели меня здесь не будет. Ну и вон какой. Ну что там две недели? Они же пролетят, пацаны. Шратвы я вам набил. Быка я вам набил. Что вам еще надо? Москва. Ты же меня понимаешь? А? Две недели и я вернусь. И еще, может, приведу с собой лобов какие-нибудь. Скажу, едем на экскурсию, а потом вы их не отпустите. Малая. Ух. Ух. Замеченователь. Ну как, да? 95 квартал. Все, парни, давайте жмите руки все. Просто это принципиально я отстал. Так вот просто. Жмите всем руки. Берегите до старшины, он вас переоденет в форму, чтобы вам было легче пройти на территорию. Ну правильно? Ну они военные, сейчас мы можем подвергнуть их оборотам. Ну. А сейчас он... Какой там стиль остался? Сифоны-борода? Ну, в общем, по стилям сифоны-борода, ты можешь выйти из-за такого отрушения всегда. Ковбой, ты подалишь свою шляпу, им надо для дела выйти из закрепления, не? Парни, давай жмите руку, идите. С Богом. Поверь, не так провалиться хочется. Не верю. Если бы хотелось... Я бы зашел к вам за советом. Я тебе совет дал. Ну, ты знаешь, есть очень много тестов. Психологов, да? И тесты вот в основном такие тупиковые, что ты выбираешь, да? И в любом случае ты что-то теряешь. Вся человеческая жизнь состоит из потерь. Мы вообще здесь для того, чтобы мы научились жертву. Вы согласны? Но жертва должна выбрана быть правильной. Понимаете? Ну, вы знаете Библию, да? Где великие святые люди жертвовали своими сыновьями ради Бога, да? Своими семьями, да? Это в речи Илова, когда стоял вопрос у человека отказаться от Бога и потерять семью, или не отказаться от Бога, да? Он выбирал Бога, терял семью, терял людей, терял имущество. Потом Бог ему все это построил. Так вот, надо приоритеты правильно расставлять, надо отказаться от чего-то ради чего. И в жизни так всегда. Я с тобой сделал выбор. Вот у психологов, да? Просыпаешься в своем доме. Дом трех этажах. Вы с женой спите на втором этаже. Жена красавица, любимая. Ребята, два ребенка замечательных. Одному десять, другому пять. Девочка и мальчик. Пожалуйста. Дом полон дыма. Ты видишь, что жена уже задохнулась. То есть она жива, она уже надышалась дымом. У тебя есть Бога, надо или спасать жену, или спасать детей. Кого ты будешь спасать? Кого? Скажи. Правильный ответ есть, он существует. Что выберешь ты? Слежим, чтобы она не родила еще детей. Да, надо потерять детей. Объяснять или вы понимаете, почему? Потому что спутница жизни это очень серьезно. Найди человека, кто стал тебе другом, кто стал частью тебя. Очень тяжело жить. А дети, это еще не факт, что они будут с тобой на одной волне. Согласен? Дети, это еще не факт, что это те зерна, которые ты ждал. Это еще не факт, что с Наташей вырастет хорошая девочка. А с Александра вырастет хороший парень. Если ты с ними останешься, ты потеряешь того человека, которого искал всю свою жизнь. Ты можешь всю свою жизнь жить. Потому что дети, не дай Бог, начнут тебя разочаровывать, и ты будешь злиться над этим и видеть их. Есть просто правильный выбор, а есть не правильный. А когда ты выбрал жену, это тот человек, который друг, семья, отча. Это то, что даст еще раз. То, что давал уши. Поэтому это правильно. Разве нет? Вы взрослые мужчины. Вы должны расставлять приоритеты. Вы должны делать правильный выбор. Правильно. Тем более, ты можешь стрелять. Тебе я доверил винтовку снайперству. Сейчас эта группа очень нуждается снайперу. Ты так легко взял, отдал ей. Да, дедушка. Вот, пока мы будем жалеть дедушек и бабушек, да? Всех наших молодых убьют. Убьют. А потом на двадцатый день умрет и дедушка. И что результат? Результат. Мудрость дев в этих поступках, а? Скажи. Тебе не жалко вот молодых пацанов. Сколько он прожил? Дедушка девяносто лет прожил. Нам бы с тобой дожить до восьмидесяти. Согласен? Это же дело. Понимаю, что здесь происходит. Я просто, поймаете как. От чего я растерялся? Ну, у женщин здорового все нормально было. У женщин 20 лет. Я не знаю, что делать. Я подошел к вам, засоветовал. Там, где нас живет, нет врачей? Врачи ко мне есть, но вы знаете, как врачи ко мне относятся. Не знаю. Ко мне всегда врачи относятся нормально. Потому что я говорю громко, понятно и четко. Я нарушаю правила. Я выбираю пути. Простые, прямые. Пацанов можно было бы оставить в Сватово. И потом начали резать. Пацаны молодые. И я не хочу рисковать их хвостями. Здоровье. Что мне это стоило? Ну, мы их представим, да? Есть правило сохраненных хвостей. Туда? А они приходят. Ладно. Вдвоем вы там. Дедушку едет спасать. Ты там. Играть в няню. Вы вдвоем объясните. Мы вместе приехали, я вместе с ними. Кому должен? Им самим. Митя. Митя с Липой. Митя и Липа, да. Сладкая парочка у нас еще. У меня началось, когда я подплакал в батальонах. Я к чему больше. Я в этом, в общем-то. Ребята еще скитаю. Ну, пусть ребята едут. Ты здесь. Им будет это напоминать о том, что друзья там. И надо вернуться. Нормально было, если бы ты уехал. Я не говорю, что это правильно. Я не говорю, что это неправильно. Мы приехали сюда. Городович, ребята собрать. Мы долго добивались этого. Просились. А не надо нигде пройти. Проситься. А что за чё? Просились. Кого его просили? Решил, приехал и ты в строю. Ну, мы не знали, что это. Что вы придумываете велосипеды? Мне звонят такие смешные. Я дома хочу на войну, но не могу поехать. Ни один поезд не едет в ту сторону. Что за бред? Пешком идти. Комбасы пошел на восток. Уезжали из Орловщины. Я говорю, нам с вами. Нет, не надо. С нами пока не надо. Едите туда, куда будет. Мы привод, вы приехали и за неделю навоевались. Стыдно, честно говоря, стыдно. Вот из-за этого, знаешь, сука, мы все погибнем, а вы будете, блядь, ходить, сука, плодиться, блядь. Плодить таким же, сука, как и вы сами. Давай жми руку людям и пиздуйте нахуй. Давай жми руку и пиздуйте нахуй. Пиздуйте нахуй.